Очень часто пациенты спрашивают, где делать лекарственное лечение, где проходить химиотерапию. К каждому пациенту, который ко мне приходит, я объясняю, что есть программы бесплатных социальных гарантий, которые где-то лучше, где-то хуже, но они все равно работают. Они работают в государственных медицинских учреждениях, и я знаю десятки, если не сотни прекрасных врачей, которые занимаются лекарственным лечением опухоли, которые в лепешку вращебутся, но сделают пациенту что-то хорошее, улыбнутся, подскажут, поддержат, дадут хорошие противорвотные препараты, самые сильные противорвотные препараты, но здесь зависит от клиники к клинике с точностью до наоборота. Второй момент. По программам бесплатных социальных гарантий, конечно же, мне так кажется, что людей стремятся обеспечить хорошими лекарственными препаратами, но способ получения этих лекарственных препаратов, а это система госзакупок, да, то есть это система тендеров, скорее всего не позволит получить самые лучшие препараты или оригинальные препараты. Это та объективность, которой мы должны сжиться. Такое происходит, наверное, в каждой стране, в каждой даже экономически развитой стране, когда вместо оригинальных препаратов вдруг появляются дженерики. Иногда пациенты не очень довольны то, что им предлагают лечиться исключительно дженериковой группой препаратами, либо биосимилярами. И само понимание того, что приходится получать не лучшие препараты, а те, которые закупили, иногда приводит пациентов в очень большую грусть. Есть препараты, которые созданы дженерики, они даже могут превосходить оригинальные препараты, потому что оригинальные препараты, например, уже были созданы давным-давно. Ну, например, взять такой препарат цисплатин. Уже никто не помнит, что когда-то компания Бристель Майерс, американские наши, выпускала этот препарат под названием платидиам. Но этот платидиам уже давным-давно не выпускается американцами, потому что мир заполонили препараты-дженерики. И эти дженерики по своей частоте, по бактериологической безопасности на порядок выше, чем те препараты, которые в 80-х, 90-х годах производились под брендом платидиам. Но таких примеров немного. И в лечении онкологических заболеваний лучше использовать современные оригинальные медикаменты. Химиотерапия. Что это за лечение? Прежде всего, должен сказать, что в России есть такой сбитый термин, что есть врач-химиотерапевт. Это, скорее всего, тот доктор, который в онкологии занимается лекарственным лечением злокачественных опухолей. Химиотерапия – это всего лишь маленький, и он становится небольшим разделом лекарственного лечения раковых процессов. Химиотерапия применяется не только в одиночном лечении, но и в комбинированных схемах. Возможности ее обширны, а эффективность подскажет врач. Когда надо проходить химиотерапию? До операции, после операции, вместо операции? Такие тоже есть вопросы. Но мы всегда знаем, что, например, если опухоль носит диссеминированный характер, распространенный характер, то, например, при раке желудка, при раке молочной железы, то хирургическая операция, либо какие-нибудь меры локального контроля, скорее всего, не понадобятся таким пациентам. И, может быть, и слава богу, потому что, например, при, например, четвертой стадии, когда мы лечим рак желудка, хирургическая операция приведет лишь к тому, что пациент получит какие-то осложнения от проведенная операция. Ну или, по крайней мере, затянет сроки проведения лекарственного лечения. То есть тот период времени, там два-три месяца, когда бы мы могли бы уже победить этот рак, будут затрачены на то, что пациент будет бороться с последствиями хирургического лечения, ну или с ранними после операционными осложнениями. И тот период, когда должно бы подействовать лекарственное лечение, этот период времени будет безвозвратно утрачен для этого пациента. Когда мы говорим об операбельных раках, например, рак молочной железы, то в большинстве случаев для того, чтобы сохранить грудь, химиотерапия. Мы применяем предоперационное лекарственное лечение, и на послеоперационное может ничего не остаться, если только опухольнее будет гормонозависимый. И в таком случае мы назначим эндокринотерапию пациентам для того, чтобы продлить ремиссию заболевания, ну и повысить показатели выживаемости у каждого конкретного пациента. Само слово «химиотерапия» в русском языке носит какую-то очень негативную коннотацию. То есть мы сразу, когда говорим про химиотерапию, что это сразу первая мысль возникает, что это что-то очень плохое. Здесь тоже очень важно понимать, что лечение не может быть слабее болезни. Лечение должно быть сильнее смерти, но оно не может быть слабее болезни. А вот эту грань провести иногда бывает очень-очень сложно. И иногда в процессе химиотерапии происходят какие-то осложнения, от которых пациент может погибнуть. Но это не является правилом в проведении химиотерапии. Скорее всего, химиотерапия – это лечение очень сильными ядами. Скорее всего, они носят целительный характер. Я должен сказать, что когда мы говорим про лекарственное лечение, мы всегда говорим про тех пациентов, у которых опухоль диссиминировала и превратилась условно в четвертую стадию. Я никогда не лукавлю с пациентами и не лукавлю для тех людей, которые меня сейчас смотрят. Ее вылечить невозможно. Более того, мы честно говорим пациентам, что мы не сможем вылечить ваше раковое заболевание, но мы сможем сделать так, чтобы вы мирно жили с этим заболеванием. Метастатические формы опухоли или условно четвертые клинические стадии – это те формы рака, которые следует относить к хроническим заболеваниям. Например, ревматоидный артрит, сахарный диабет. Почему-то все знают, что это те заболевания, которые невозможно вылечить. Но врачи зачем-то их лечат гипертоническую болезнь. Зачем лечат врачи гипертоническую болезнь, которую невозможно вылечить? Чтобы у пациента не возникло тех поздних осложнений. За счет этого мы достигаем не только увеличение продолжительности жизни таких пациентов, но и достигаем сохранения того качества жизни, который пациент испытывал на моменте начала лечения.